Начинается. Вот Александр Иванович, я говорю. Ехал с Лешей. Александр Иванович, Александр Рустинов говорит. Мне детей позвать во время беседы? Я думаю, если можно, пусть бы они тут побыли. Нас не пускают к Евангелию, к Библию, потому что мы лжем на каждом шагу. Это он говорит, а со спленки. Сейчас должен быть период траура, печали. Я не столь жалею о гибели плоти, сколько жалею плачу о гибели души. Ведь в таком состоянии и оборвать жизнь, в каком состоянии духовном он находился, это вообще гибель. Гибель. Священнику послали узнать, как быть. Отвечает оттуда. Молитесь, все то, что положено. Ну, как думаю, ослушайте священника. Лучше бы, я думаю, не посылал его. Поступил бы по своей воле. Нельзя. Значит, ослушайте, не позволяет сердце. Но как мы говорим, со святыми упокоя Христе душу у раба своего. Со святыми. Ведь это же для святых. Считал здесь канон Андрея Федотович. Был 9 дней. Я не могу от слез держаться. Когда дошел до этого места, всю жизнь поработал тебе, написано. Остановился и говорю, увы, нет этого. Надо считать, а Миша эти слова нет о том. Хоть в каноне это и написано, увы. Но Миша не провел всю жизнь в Боге. Сейчас мы должны находиться в печали в сетоне. Трауры у нас. В понедельник меня дома не было. Я на даче работал. Там и заночевал. Они тут. Федька, Ленька. Учинили драку около остановки. Каких-то двоих пьяных побили. Да сильно вроде побили. Те пообещали не оставить так, отомстить. Я говорю, что вы делаете? Наше ли дело, наша ли идеология обижать других? Когда мы должны быть всеми обижаемыми, сами терпеть этих. Это угодно перед Господом? Я им сказал, не пройдет вам это так? Не пройдет. За каждое праздное слово Господь сказал, дадите ответ. Чем мерите, тем вам будут отмеряться. Вот чем вам будет отмериваться. Подумайте, Игнатий Лапкин. Я отвечаю. Вот вы, примерно, хотя бы последнюю неделю коротко объясните, какое поведение было у Миши? Как случилось? В какой день? Что вам известно? Точно только Александр Устинов отвечает. Как последнюю неделю, так и предыдущую. Все недели были только в том, что, друзья, выпить и искать. С кем подраться. Как я могу опровергать, когда родной отец говорит о сыне? Это с пленки взято. Тут до запятой. Прямо искал, потому что он служил в десантных войсках. Там учили дракам, самбо, карате. Это мы их учили. И вот он теперь решил приехать и все это на практике применять. Сразу приезд его чем ознаменовался? Напился, повыбил все стекла у соседей через три дома. Не надо придумывать еще. Это отец говорит. Я говорю. А за что? Не знаю. Не могу сказать. Я спрашиваю. А вы знаете, ребята, мы недолго будем здесь. И мне так хочется всех вас видеть. Это я к ребятам говорю. Очень соскучился о вас. Это Леня. Иди сюда, Леня. Побудь немножко. У Александра Ивановича восемь сыновей и две дочери. Александр Иванович Устинов говорит. Где там Федя? И где Петя? Я говорю. Ты думаешь, из-за чего это было? Леня Устинов, родной брат Миши, говорит. Ну там вот что. Там у него знакомая девушка была, ихняя дочь. Александр Устинов. Когда он приехал, ну вроде пошел к ней. А я говорю, Мишаня, слушай, жениться надо искать, чтобы она была религиозная. Не надо нам засорять вот так. Сестра наша Аня, значит, вышла как попала. Ольга вторая сестра как попала. А потом их довершай. А они как были безбожники, так и останутся. А я не хочу, чтобы так. Понятно? И так по порядку. Все, вся пленка здесь. Интересно? Это любому. Это все на форуме. Только он родился не в апреле месяце, а в августе месяце. Не знаю, это данные мне такие дали. Кто? Ну папа родился. Я когда памятник делал, у него 10 августа рождения. Не знаю, это дети сказали, дети прислали. А у него просто он себе придумал 22 апреля. Ну может, может так. Ну дело, что дети прислали эти данные. А кстати, в августе тоже есть Александр. А вот теперь сейчас-то посмотрю. Где-то сейчас, может быть, даже здесь есть. Я не помню, это сейчас у меня с вами родили, но он, говорили, что он весной. Поэтому он... А почему в паспорте написано? В августе день рождения. Я не знаю. Это вот все наша беседа идет. Смотри, сколько. Это все беседа идет. Вот. Это вот сколько идет, это считать. Это все наша беседа. Вот ваша фотография. Это уже она прямо в тексте. У меня другой не было. Устинов Александр Иванович, истинный герой веры Христовой. Продолжение 5. А стихи есть у вас его? Так. Теперь дальше вопрос. Даю несколько выписок из книг, где упоминается об Александре Устинове. Вот где. У знакомой женщины 6 дней назад пропал сын, 20 лет. Она в церкви ставила свечку за упокой, как ее научили. Но свечка все время гасла. Что это? Суеверие или что-то в этом есть? Какие молитвы ей считать? Она не одеется, что он еще жив. Я отвечаю. Вот обычное состояние неподготовленной души. Ян Златоуст говорит, что страдание от наступающего увеличивается от того, что человек неподготовлен был к этому событию, к несчастью. Вот еще один случай, когда видно, что намного выгоднее быть в жизни пессимистом. И дальше все понимаю. С Александром Ивановичем было. Видите как? Вопрос. И дальше вот я кручу, это все ответ идет. Все ответ, ответ. Да еще не последняя страница. Ну-ка я посмотрю, какое посещение сегодня. Сколько человек зашло на форум. Так, вчера было 94, 92, сегодня 87, на 3 человека сегодня больше. Или сколько тут? 13, чем вчера, сегодня больше еще. Роботы посещали вчера 171 раз, 176. Что за роботы? Вот так. Роботы, роботы заходят, и материалы разбирают, и там разносят паи везде. Ну так сделано. Это вот наш форум. Так здесь материалы сколько, допустим, вас интересует ИНН. Ну, к примеру сказать. Вот, сейчас посмотрю. Вот посмотри. Роботы, это когда определенную тему кто-то пускает и ищет. Ну-ка иди, заряди слово ИНН. Где она есть, он оттуда уже убирает робот. Общий поиск. Брать, это Сергей, пожалуйста, сделай. Сережа, ИНН, поставь. ИНН, вот сюда, три буквы. Па, все, ты ткнул, что-то задел в другое. Верни назад. Спать-то охота. Подожди-ка. Нет, не то. Ты видишь, куда горнул его. Аня, у вас есть кипяточек? Есть, сейчас делаю. Утром так бронхи болели, я, видимо, постудил. Может, с водом сделать? Ну, не надо, просто кипяточек. Общий поиск. Три буквы. Заряди. А может, у пирогов поедите с чаем? Нет, напишу пяточку. Пирогов с чаем поедите. Утром, утром. А, Игнат Дихонович? Что? Пирогов с чаем будете? Никак. Мы сейчас только попробуемся. Николай, где? Уже лег, наверное. Все, он ушел. Все, все, спит. Мы сейчас помолимся. Вот, смотрите. Где? Человек попал в секту. Не одиночество. А где он спит? Я могу кровать поставить. Вот сколько мест. Все про ИНН. Пожалуйста. Спай, не волшебный. Так, все, я отхожу. Кокон. Если по календарю, то, значит, по календарю. А даже в малом мы самохотением своим пытаемся что-то выбрать. А я, ты и сказала, я хотела, чтобы она была... А так и получилось? Ну да. Оказывается, 6 января одна Евгения мученица. А, там и была, там и была. Да? Ну, это другой вопрос. А я прочитала мученик. Почему я мученик прочитала? Не знаю. Я вот 28 лет. 10 июня там. Только Игнатий Ростовский еще дотворец. Я еще не знал, что там Ростовский какой. Ну, так Бог дал. Вот умер между мной и старшим. Назвало ДИЙ. Три буквы ДИЙ. Вот у бабушки сегодня День Ангела. У меня вчера было День Ангела. Вот мы зашли, там были залезы старобрядцы. Сторож вышел. Так, 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 так. 26-го день. Сторож випул, а как у Евграфович, что ли? Старобрядческую церковь заходили, а там сторож вышел. Его звать Викул, кажется, Евграфович. Да где ты найдешь сегодня Викул и Евграфович? А раньше, ты знаешь, был в правительстве Ворошилов. Климент Ефремович. Ну, где Клименты сегодня? Где Ефремович? Так это в правительстве. Это друзья Сталина. А Сталин и Осип Вестарионович. Ну, Иосифа найдешь. А Вестарионов? Только еретик Вестарионов, тут где-то под Красноярском. А вы не знаете его? Нет, не знаю. Это антихрист. Он бывший милиционер, он тут милиционерский битум. Я знаю, Турков Сергей помилил. А сейчас стал Богом? Да не стал он. Он стал извергом рода человеческого. Он губитель душ, Аполлён. Сколько людей погубил Сатана. Он Бога не знает совершенно. Там волосы отпустил. Ну, Сатана просто. Он сам написал Библию свою. Про него у меня написано здесь есть. Можете встретить. И всякие. Многие придут под именем моим Господь, говорит. Многие придут. И будут говорить. Я. Но не ходите, не ищите, не гоняйтесь. И как видно, говорят, молнии от востока и от запада, так пришествие Сына Человеческого. Не в Катостоярской тайге, а с неба явится. То есть он полностью во всём антихрист. У него ни одного шага, ни одного действия, ни одного слова нет божественного. Просто Сатана в образе человеческого. Поговорили бы с ним. Поговорили бы с ним. Ну, а как? К нему специально ехать. Я о нём очень многое читал. И на форуме много материала у меня о нём стоит. Мне нет никакой нужды говорить. Там находились люди, уже говорили. Может быть, я бы и повлиял, но он не рядом. У меня были такие. Виссарион. Виссарион, знаешь же? В Курагина он здесь, 70 километров. Он на себя Богу возомнил. Да. Сам всё ест, и мясо, и сало. А они одну траву едят с горохом, с этим. Сейчас вот разрешил маленько молоко. Я ничего не беру только одно, что признаёте ли вы Христа за истинного Бога, пришедшего во плоти, искупившего в рост человеческой крови у Голгофского креста. Нет. Сатана. Всё. Антихрист всё примет. Антихрист обратится к старообрядцам. Скажите, что вам нужно, чтобы вы меня приняли? Ну, что нам нужно? Чтобы храмы давали строить, чтобы иконы старинные были, книги. Всё я это сделаю. У меня археологический музей для вас. Там православие, что папа, что нужно? Ну, чтобы у нас было папа, там, ну всё. Это Владимир Столовьёв описывает. И, наконец, там и там найдутся люди, которые скажут, признай, что Христос, Спаситель, приходил на землю. Не могу признать. И через то, говорит, откроются его рога. Все, во всех течениях найдутся люди, которые его отвергнут. Вот он стучит. Это 3.20. Откровение Иоанна Богослова. Все стоят у двери и стучат. А что стучит? А где скобка? У двери скобки-то нет. Почему? А они не вырисованы. Это сердце человеческое, которое изнутри открывается. Да, это специально, но знаете. Он, роса на кудрях его. И он стоит и нежно стучит. Нежно стучит, кротко стучит, песнопение есть такое. Кто услышит, кто отворит. Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. Это каждый раз, когда мы там разгневались, разгневничались, сердце захлапывается для любви. Вы заметили, когда люди гневаются, каждый повышает голос. Тот громче кричит, а тот еще громче кричит. Почему? А они рядом стоят, но не кричат, потому что они разделились между ними сильно. А когда люди любят друг друга нежно, они разговаривают шепотом. А когда бывает там парень, девушка, они вообще не разговаривают. И так все понятно. Я тебя люблю. Я вижу отражение своего в твоих глазах. То есть мы настолько рядом, что даже шепот и то это уже разделяет нас. Как все просто и понятно. Ну а так всегда, допустим, вы сейчас разговаривали нормально. Тот оскорбил, тот повысил голос, а тот закричал. А чего кричите, это когда рядом стоите-то? Это означает, вы внутренне так далеко, что нужно докричаться до него. И когда человек это понимает, тогда действительно так. Криком делу не поможешь. Вот у нас бывает так. Кто-то зашумел, и никакой возможности нет. У меня один ответ. Тема закрыта, встали на молитву. Встали на молитву. С молитвы встали, все по-другому, все решилось. Как будто никогда и не было. У меня бывает, Надежда Васильевна, жена. Ну, что-то там начнет. Ну, раньше было, на работу идти надо. А она там свое, что-то там, ну, по хозяйству там мелочное где-то. Мне это не идет. Я сразу встал на молитву. Богородицу пропел. Сто поклонов. Гляжу, стоит рядом, молится. Я за стул сел, она маленькая погоня, и опять что-то ей надо. Я положил ложку, опять в угол встал, опять молится. Три раза уже на работу. Я ухожу, не поел. Я и переживаю, и море. И больше, больше не слышал. Молитва разрешает все. На молитве преграды, камни, Господь их разбрасывает, убирает. И во свете другом я уже вижу то, о чем молился. Вот сейчас мы были, я говорю, говорили, завтра у нас встреча с литрополитом, то другое. Все будет по-другому. И вот встали утром и поехали. Едем, торопимся. Там дождь, там дорогу ремонтируем. И так это было трудно. Мы даже опоздали. Пришли, там полная комната людей нас ждет. Просто полная. Все приготовлено для съемок. Священник сидит. А священник был против собирать людей. Когда мы проезжали, я ему стал говорить в Тайшете. Я говорю, собери. Ну как их соберешь, это люди? Я говорю, вот так. У тебя приближенные три есть. Ты объяви им. А они объявят другим. Кто хочет быть на беседе, дайте свои телефоны. И как ты им бряхнешь. А эти трое-то сразу всех оповестят. Ну и получилось, так приехали люди, все сидят. Мы его беседовали, у каждого вопроса свои. И как будто мы давно знакомые были. Как Слово Божие объединяет людей. Да, да, да. И ничего нету. Иного, как только желание познать волю Божию. Ты с нами, Господь. И мы с тобою. Доведи до желаемой присты, не до старствия твоего. И будет у тебя с Александром Ивановичем желанная встреча. Александр Иванович, это герой веры. Я помню, как-то разговор был у него. Сидели. Ты же не обидчивая? Нет, она не обидчивая. Не обидчивая. И сидим за столом. А я говорю. Вот ты сказал, Иванович. Вот теперь тебя опыт уже детей столько нарожал. Назад вернул. Теперь ты женился бы на ней? Нет, не женился. А я говорю, а ты? А я бы вышла за него замуж. Она говорит, а я бы за него вышла замуж. Ты помнишь такой разговор? Нет? Ну, сходится, так? Так, так. Даже она все забыла, но это из ее характера. Нам, конечно, молодым, я не женатый, было весело, смотрели. А его можно было понять. Из-за того, что она плохая, то другое. Он видел, она любящая и много потворствует детям. Ну, поблажки, как говорится, дает. А он сильно от этого переживал. И у меня на магитофоне все это записано. Опровергать никак нельзя. Я включил Александра Ивановича голос, слышится. У нас было это где? Все есть. Когда Мишу-то убили, я проехал по всем, и пленка называлась О смерти. Там Андрей Федотович, Аня, говорит, там все. К вам пришел, ребятишки вспоминают. И он рассказывает, как пришел, как в морге увидел. А я дальше о смерти. Там статьи большие, стихотворения. Очень хорошая пленка была. Ее по всему союзу раскатили. И звонят, а у вас смерть еще есть? Мне две смерти пришли. Это так звучало. Ты говоришь, там твой голос сохранился. Но Игнатий Тихонович, я хочу вас перебить. Невозможно детей воспитать так, как ты хочешь. Невозможно. Они вот такие, как вот мама и папа. Ну, в деда могут еще пойти с бабкой. Вот, а честно вам говорю. Вот им вталкивай, вталкивай. Они вот вырастут такие, какие вот мама и папа, или бабушка, дедушка. Невозможно их воспитать. Ты делаешь так, вот что, вы плохо их воспитывали? А все-то одного разные. Десять штук и все разные. Знаете, у нас на форуме стоит, они такой, как клип называют, или даже как фильм, Яша плащет. Одна приехала с ребенком, два с половиной года. И он у матери все, что хочет, достанет слезами. А я ему тогда, он ревет, я взял кружку, он до сих пор на плащ, чтобы ехать. Все, что? Это все заснято, заснято, это фильм где-то. И он ревет по-настоящему, голос такой, как труба. Потом я убираю, говорю, ладно, без кружки плащ. И он так смажется и плащет. А он просил у мамы ручку, мама не дала, и он теперь маму на колени поставит. А дома бабка. А бабка, ой, да отдай-то ему, пусть не плащет. А я тогда говорю, как только ребенок рождается, бабок уничтожать надо. То есть убирать их, а они портят детей. Это невозможно. Я не призываю, говорю, к этому, смысл такой. Они просто детей балуют, внуков. И, наконец, я им показываю, какой Яша, какой он послушный. Из-за чего? Потому что я и в овощи у меня рядом растет крапива. Крапива. Хорошая крапива. И вот утром, каждое утро, когда дети садятся обедать, а я на кусочек тру морковку и даю ей дежурному, говорю, неси Яше. Он ел всегда. Ему подают, мама передала, а он не ест. А мама мне сидит рядом и говорит напротив, а Яша не ест. А перед ним хлеб лежит, он не ест. Я тогда вот так поднимаюсь со скамейки. Он их дал, меня проглотил сразу. Я даже не подошел, уже проглотил. Пацан до того толковый, но они его избаловали невозможно. И это все на пленке. И его там в ютубе разнесли по всему эфиру. Но вырастет большой, будет хороший. А Бог его знает, конечно, но учить надо. Не будет плакать. Соломон говорит, не жалей розги. И не возмущайся криком. Родилась дочь, а отец, потеряй сон. И не дай Бог, она осквернится при отце в своем доме. Она достойна смерти. Дочь это тайная, постоянная забота отца. Не показывая веселого лица. Сираха. Это все в Библии. Ты сам знаешь, как у евреев было, как у мусульман сейчас. Если она осквернилась, стала не девушка в доме отца, ее немедленно нужно уничтожить. Ты понимаешь или нет, что ты сделал? Фактически с твоим попустительством, с нисходительностью. Ты погубил эту душу. Это у нас тут вертеп разбойников и блудодельная страна, Содом и Гаморра. Но в других-то странах не так живут. Я сегодня ребятам рассказываю. Приехали наши журналисты в Египет. Ну он идет и говорит с той журналисткой, египетской. Ну идет, ее вот так под локоть взял, ну и разговаривает. А она говорит, это нельзя делать. Он говорит, а почему? Я же не женатый. Она говорит, я знаю. Но вот все полицейские, они сейчас заметят. Они подойдут и скажут, это ваша жена? Нет. Паспорт покажите. Если есть венчание православное, там ничего. Это сразу арестовали в боевых тюрьмах. Там по 40 раз палкой и вон из страны. Вот и все. Ты сначала как-то в сторону ехать в Саугас-Карай. Познай законы тебе. Узнай. Иначе тебе дорого это отобойдется. Не хотела бы этого жить. А у нас никакой нужды. Палкой 40 раз, ничего себе. Да я бы хотел. Не хотела бы 40 раз, чтобы мне палку. Никакого этого нету. Развраться-то. Все боятся. Ну в том смысле, что нету. Надо, чтобы разврат был не из-под палки. А чтобы люди осознавали, что разврат это грех. Все. А чтобы 40 раз тебя еще побили, это вообще. Какой возраст бабушка? 89 лет. Я вас как-то называю Нюра. Не обижаюсь, я это всегда. Я говорю, а тетя Нюра. Нет, у нас соседка Нюра была. Не нравится. И вот здесь вы найдете ответы на такие вопросы, которые давно вас жгут. Вы даже сами не знаете. А уже Новый Завет, это полное толкование всего Нового Завета. Вот мне такое надо, а то я не понимаю Библию. Это если Петя вникнет, он будет смотреть и читать. Потому что это Слово Божие, живое Евангелие, послание и откровение. Все толкование до последней строчки. Как святые отцы понимают. Как там я, Таня, Маня, как святые отцы. Это блаженный фефелак. Он очень популярный у старообрядцев. И 900 лет назад он это сказал. Это все здесь запечатлено. Ну и иллюстрации того стоит, чтобы посмотреть. 240 иллюстраций. Интересно. Мы очень хотели это сделать. Я два года искал, как это сделать, иллюстрации покрасить. И наконец все сделали. Потому что псалтырь говорит, и все, что не начнет, успеет. Это побивает Стефана, первомущеника. Седьмая глава. А это восьмой том. Это Бавиловская башня. Вот они ее строили. Эти картины раскрашены там. Это Гестава Дорет. Это лучший иллюстратор. У нее, видите, как перспектива, как она смотрится все. Открытым оком. Кверху строчка. Кавычки показывают, что нельзя считать оком. Потому что оком и кавычки. Открытым оком и кавычки. Вот это, они как будто бы седьмой, восьмой том похожи. На самом деле нет. Здесь по белому, а здесь по золотому белое. Это мягкий переплет. Вот это на льняной основе специально такая бумага делается. Не было средств, а стринаться от этого тома уже в твердом переплете. Тридцать томов открытым оком. Спаси Христос. Слава Иисусу. Мы сейчас будем... Раз себе ноги острили и все. Я как уж не имею право. Это уже мои фото-карточки-то. Ну у меня не разородится. Она у меня по одной плашке будет ходить. Почему? Сегодня не есть. Сегодня пост. Она знает. И я молитвой ее давлю. Она что-то готовит здесь. Я сажусь. Она на стол подала. Я ей охота что-то там сказать. Ну бурчать начинает. Для меня это отравленная пища. Я ложку положил в угол. Богородица, Дева, радуйся. Пою. А повернусь, она рядом стоит. Молится. Она молитвой все сшибает. Сел за стол. Она утихла, маленько погоняя. Надежда Васильевна. И опять заскорбела. Я опять положил ложку и пошел опять молиться. Раза три теперь на работу я тебя не поел. Вот я теперь пищаю. Она сготовила. Я не буду. Твоя пища. Ты делала, да, злобилась тут. Она живот прожигает. Ну, вон что. Поняла? А вы сейчас есть будете? Да, именно так. Значит, вот, матушка, просьба моя к тебе. Сейчас мы поедим. Мы тебя возьмем в машину. Один из нас останется здесь. Женя, сидим на кладбище. Согласись. Не трясись, не могу. Я не понял. Она трястись не может. Причем сломано. Крестись не надо. Трестись. 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 А, трясись. Все, тогда остаешься. Ну, Женю-то отпустите с нами. Да, да. Женя. Она могила, знаете ли? Могила-то знаю. Все, больше не надо ничего. А, трестись нельзя. Все, все. Снято. Спаси Христос. Мы оттуда вернемся и даже заходить не будем. Только берем Сергея, он с собакой остается. И мы уходим. Я вот с ней сегодня много поговорил. Ну, я всем доволен. А с чем я недоволен, я сказал. Я недоволен чем-то был. Сказать слух? Хватит. Скажите, конечно, что у нее нет шторок. Шторки должны быть вот тут плотные. Они должны намного дальше заходить. На уровне этого, где верхняя перекладина. А вторая шторка на полное окно. Чтоб с улицы никто вас не видел. Это не просто опасно, а смертельно опасно. Люди, которые высматривали. Ага, так, молодая девчонка. Они все это видят. А видно когда? Днем не видно. А когда видят, свет включает, как на экране. Это единственное, что мне очень не понравилось. Я вчера покрутился, покрутился. Ну ладно, здесь задернули. А если бы она свет включила, а шторки нет, я в комнате не буду стоять. Я наклонюсь, чтобы меня не видно было, и ползком выйду на улицу. И она, главное, согласилась. Я говорю, да ты не старообрядка, что-то соглашаешься, за стол приглашаешь людей, которые не твоего вероисповедания. Да тебя за это еще гнобят, тут будут священники-старообрядцы. Не будут. Ну если бы мы, вот я думал так, сейчас мы Вале позвонили, там СМС бросили письмо, а она, ну, Петя дома скажет, еще, еще не кальян тут встречать. Я говорю, мы машину поставим около окон, он выйдет на улицу, уходите с моей территории. Я так, ну, как Федя. Мы бы на улице там машину поставили на ту сторону, и здесь бы ночевали под окнами. Все это засняли. А потом бы показали руководству, епископам, митрополиту, там, Камилью. Вот смотрите, вот в чего вы приняли людей. А эти нормальные люди были, но находясь у вас в церкви, они сделались как демоны злобные. А написано, странника, приветил, накормил, ты принял пророка во имя пророка и подал чашу холодной воды. Ты дома сидишь, ты получишь награду полную, как пророка. Это нам Евангелие говорит. Но получилась не так. Валя говорит, все готово, дом большой, вас ждите. Я говорю, еще раз переспроси. Она, все хорошо, поезжайте. Она, мало того, баню приготовила. Ну, мы смыли с себя, церкви всю дорогу, едешь, пыли, там ремонтируешь. Конечно, конечно. Мы очень довольны. Спасибо. И это засняли. Володя все это увидит. Представляете, живая мама, как мы с ней говорили. Вот. Может, у тебя наказ какой будет для Володи, для детей? Да, что у них все нормально, все. То есть они все слышали, все знают? Да, конечно. Вам уже сколько лет? 89. 89. Ты на 16 лет старше меня. На 16 лет. Вот. Дай Бог вам дожить еще больше. А? Дай Бог, что он еще дожить вам больше. Спасибо, Христос. Я хотел спросить, Александр Иванович, а в этом доме и умер? Да. А из-за чего у него было, когда он был, вот, парализация у него произошла? Какую-то трубу что-то тянули? Нет. Видите как? Вот во дворе, вот сейчас в бане, там это... Бурили шкважину. Да, да. Мы не бурили, бурили это там, видите, а это копали. Копали. Ага. Ну, колодец. И вот Виталия, это, ну, вначале воды было мало, потом все, это, там, затягивать, затягивать, затягивать. Ну, Александр говорит, давайте почистим, ребята. И вот Виталия был там в колодце, а отец вытягивал. Коловоротом. Да. Ага. А Петя таскал. Вый, это, таскал в сторону. Ну, и вот в том вечере, он все так хорошо, было нормально, помолились, и были спать. А утром я рано слышу, что такие шаги какие-то, знаете, как пьяный человек ходит. Подошла к нему, он в маленькой комнате жил, спал. Я говорю, что с тобой? Да, говорит, у меня что-то рука онемела, и вот весь бок онемел. Я говорю, надо вызвать скорую. Да нет, не надо, как раз 8 марта было. Сейчас они там празднуют, все. Я говорю, нет, надо вызвать. Настоял, не надо, я отлежусь, и все. И вот в 12 часов, слышишь, я вышла, а потом захожу, что какой-то храп какой-то. Подхожу, а он уже, это, его пролетовало. Вот. Ну, вызвали скорую. Значит, все. Это от натуги, наверное. От натуги, да. Ну, что, я помню, когда были здесь, то он лево и кое крестился, и у него здесь выбито было дырочки, и зашили. Он выдолбил в костюме. Он лагомолился все время. Ну, я не знаю, конечно, это мое личное, как говорят, может быть, субъективное мнение, но мне кажется, что Александр Иванович в раю. Это был человек глубочайшей веры, любви. Я все вспоминаю, как он меня привел первый раз к себе в дом, и прописать надо мне было, я же приезжий был. И он сразу показывает мне, ты будешь жить у меня. Я говорю, а где спать? Он на свою кровать. А кто, я говорю, спит на ней? Я. А ты где? Ну, я рядом буду, возле постели. Понимаете? Такая семья, 10 детей, и где бы еще не собирали деньги кому-то помочь, он везде всегда был участник первый. За 60 километров из Китима, это только до города, там еще пересадку делать. И чтобы он там пропустил без нужды, вообще этого никто не знает. Он молитвенник был большой. Да, он так и говорил, Господи, хоть бы мне до конца жизни молиться можно было. А вы знаете, что у меня есть записи его голоса, как мы беседуем? Нет. Это у меня есть все, и кажется, они у меня выставлены в интернете. Так, мы за стол садимся? Садимся. Так, молимся. Видите, как чудо Господь устроил. За молитвы святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Неприсну, и Ловеки Векову. Так делай. Ага, понятно. Которых, я знал, любили пирожки пожаривать. Ага. Из 10-9 умерли от рака кишечника. Об этом писали и говорили. Его нынче готовят растительное масло так, какие-то там фазгены там, ну проще. Ну вообще его есть нельзя, масло для такого, как они сейчас готовят его. Как? Вообще что? Ну, как готовят, вообще его есть нельзя. Так вот, понедельник. Ну, понимаете, я говорю то, что я знаю и научить свою жизнь. Ну, вот мне 73 года, 10-го и не было. Я еще ни одной таблетки не съел. А я где мотаюсь, и что я претерпел. Это вас никто не видел. А у Пети все болит у нашего. Может быть, тебе виновата. Желудок болит. Да, болит. Семьце болит. Там что еще, ноги болят. А ладно, а рост какой у тебя? Ну, метр шестьдесят. Метр шестьдесят, а вес? А вес, вес, оно 80 с лишним килограмм. 80 килограмм, значит, минимум 30 килограмм скинь себе. Ой, а буду тогда худать. Минимум скинь. А тогда, значит, у тебя сейчас диабеты, гастриты и все это будет. Ага, ну, ну, ну. Запомни, толстая щелевая не рождает тонкие мысли. Не рождает. Мало, а почему человек толстый? Я тебе скажу, четыре причины. Давай, папашечка. Первое, самое натуральное обжорство, лишние калории. Да, 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 калории. Любит там пышечки, мышечки, там все это. Ну, 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 ну. Второе, какая она не трудолюбивая пчелка, но лишний раз не пропотеет. А с этим не согласны многие. Но это так и есть. Не пропотеет. Самая натуральная леность. Леность. Ты должна в три раза больше делать, что ты делаешь. Третье качество, которое стоит за ней, почему человек толстый, это сонливость. Днем маленько прилечь где-то, вроде усталость какая-нибудь, да, 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 да. Меня, лежащего на постели днем, жена за 46 лет не видела ни разу. Ни разу. Ни разу. Никогда. Не позволю. Даже падать буду, уцеплюсь, но не лягу. Почему? Это моя жизнь. Один раз уступил, плод тебя давит. И почему апостол Павел говорит? Смиряю, порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Это враг наш. Мы должны сделать это другом, как рабом. И четвертое качество, почему человек толстый, беспечность. Беспечность, вообще беспечность, ага. Ну, что, все согласилось, так? Давай, Настя, начинай трудиться, все это прижми. Тут, может быть, сухарик, все это замени в разное время. Да, да, да. Да, и это у тебя уйдет. Ты забыла, какая ты должна быть. Разве это такая была? Да, только у Петя не поднял бы на руки. А он не поднимает, он надорвется, сразу грыжа получится. Так, я хочу... Еще более себя заработать. Так, я тебе больше раз... Так, что-то ты называешь еще? Нет, 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 а что я... Сколько тебе лет? 42. 42. Значит, ну, можешь слушать меня в этом, а сама принять или не принять. Значит, ты когда в церковь идешь, собираешься, как ты подготавливаешься к этому, чтобы пойти в церковь? Одеваешься, церковно. Одеваешься, все. И на этом закончилось. А ты поставь себе правило такое. Господи, я иду в храм твой, и оттуда должна прийти другая. Если ты в храм Божий идешь, ничему не научил, а злацаузберт напрасно дворы топтал. Вас не учат, а ты научись. Там и пришла, и священник не учат. Сколько служба-то идет? Ну, это вечером пять часов, а утром три с половиной. И сколько ты пять часов за пять часов стоишь, сколько ты натурально молишься, с Богом соединяешься? Сколько? Ой, мало. Ну, сколько? Ну, мало, я не считаю. Ну, ты вчера сказала, что минут пятадцать. Да, да. А остальное о чем думаешь? А о чем попало? О! О чем попало? О чем попало? Ты когда не идешь в храм, приготовься. Господи, мысли направь все туда. А почему раньше не уходишь? Ты сама знаешь, почему. Ну, как раньше уходите? А раньше уходите? Ну, вроде как-то привязаны к этому, люди еще подумают все. И ничего нельзя сделать. Поэтому Библия должна у тебя на столе быть все время. Открыла, Господи, я пошла в храм. Глядя на образа Божии, помоги мне подражать тем, которые здесь изображены. То есть начинай то, что не понимаешь, там, церковно-то, на русском языке, к себе применять. Ты выйди оттуда обновленная. Храм это больница, лечебница. Я же согласна, что это больница. Согласна, да? И каждый раз так делай. И дочь свою этому лучше. У тебя две дочери. Две, да. Послушные. Послушные. И внуки. А внучка, не знаю, баллы, наверное, будут. Я тебе вчера сказал, что когда только рождается внущик, бабок как будто надо ликвидировать. Это не самый главный вредитель. А мы ее увидим только в воскресенье. А у бабок главный лозунг. Спи дольше, ешь больше. Все. Нет, я ее воспитываю. Она орет, я ее не трогаю. Твоя комплекция, вид, говорит о том, что ты не можешь на ее повлиять реально. Ты сначала себя сдвинь. Ужли. Должна быть тонкая, звонкая и прозрачная. Да, да, да. У меня бабушка была не тонкая, звонкая. Мама не тонкая, не звонкая. А я тем более тонкая и звонкая не буду. Смотри, как говоришь сюда. Сама к себе возьми. Вот здесь вот. Чтобы вот так у тебя воротил человек был. Грудь скроет. Это самое ценное у женщины. И это по стихиям мира. Что толку, что мы... На кого-то смотрел, как мусульманки одеты. А, закрыто все полностью. Все закрыто полностью. И дочери скажи так. Это целомудрие. И это никому не надо. Муж тебя видит и другое. А другим это не надо. Это твое сокровище. Значит, возить вот такую пришей. Любую заплатку. А ладно, пришей. Поняла? Понятно. Умница. Понятно, понятно. Давай. Так, все надо сварилось. И масло потом, да? Потом. На столе. Сколько надо? Безлюдь маленькая. Когда прям... Когда снимешь, плепи. Возили вчера, что мне рассказывала про Матрону. Как тебе было? Мощи были. Ну, мощи... Как? Так, и кто тебе еще говорил на это? У нас здесь такая толпа была. День и ночь это в церковь шли, шли. С Абаками, из Коктасии. И это всюду. Это все в православной церкви? Да, да, да. И что вы? Кто видел? Ну, мы уже поехали с мамой, да? К Матроне-то. Потом очередь большая. Я говорю, мы тут не выстоим. Приехали назад. Я говорю, пойду у Леонтия спрошу. А то не дай бог нас в церковь видишь. А Леонтия это кто? Батюшка наш. Ваш. А фамилия его есть, знаете? Фамилия Скачков, Скачков. В Старобряшковке, в Минусинске. Да, да, в Минусинске. Он подчиняется Силуяну, айпископу. Да, да, да. Как? Силан Килин или Силин? Ой, я не знаю фамилии. Ну, ладно. Как фамилия Силуян? Как фамилия? Килин или Силин? Килин. Килин. Так, ну и что дальше? Ну, и что? И вот он сказал, что у нас святые только вот. Вот Невский Александр, Николай Чудотворец. И то они, говорит, наши мощи забрали себе там. Типа не показывают. Это не надо ходить и поклоняться. А это сделали они рекламу, сделали наживу, сделали, чтобы денег побольше содрать. И какое-то явление было, что-то готовило. Да, явление было. Это даже по телевизору показывали. Вот Солнце, и вот круг Солнца вот такой шириной, вот так вот ровный круг, темный. Ну, людям это не сделать было. Нет. Чтобы это, ну, взялись там ни коня, ни сделали этот круг вокруг Солнца. Нет, нет, нет. Ну, значит, тут только так или Англога, или Бесовское обольщение. Тут два варианта только остаются. Не знаю, не то не знаю. Она может делать все это дело. Ну, и вот, и хотел услышать теперь об Александре Ивановиче. Что-то ты говорила, это как готовилось. Это ремонтировать или... Ремонт делали мы на кухне. Помнишь, ремонт делали на кухне? А он болел. Он говорит, мне умирать пора. Я говорю, ну, рано умирать. Надо все сделать, порядок навести. Чтобы родственники приедут, скажут, что тут все грязно так. Ну, и вот он... А он согласился. А он согласился. И на неделю или две прошло, уже не помню, сколько прошло времени-то. Все коврики вычистила на снегу. Это время, февраль же был, да? Это холодно было уже. Он сидит на кровати и говорит, ну, что ты, убрала все, прибралась. Я говорю, да, все. Он говорит, ну, умирать можно? Говорю, можно. И вот он в эту ночь умер. По приказу делается. Это только у святых так делают. Я рассказывал вам Марка Пещерника, как один могилу. Он не успел ему выкопать. Пришел и говорит, братья гневаются, что я не выкопал могилу. Вот он не успел просто никак. Ты уж подожди пока. Он и лежал, хлопал глазами, там, сколько дней, пока не выкопали могилу. Выкопал. Говорит, брат, пора. Он говорит, хорошо, закрыл глаза и отошел. Видите, это житие перекликается с перекладом, называется экстраполяцией во время на сегодняшний день. Это много, что в нашей жизни бывает. Это нужно зафиксировать и передать следующему поколению, что Бог жив. Бог являет себя, чтобы мы веры верили. Я бы сказал, что вот Нюре, она для меня Нюра, как с каждой Аней. Я остаюсь с вами в молитвах и в книгах. Вы остаетесь с нами в молитвах, а нас, кстати, будете молиться. И о том, что вот так открыто записали. Для меня это откровение, что среди старообрядцев, вот нищеманливые, с таким приветом. Даже я сказал, а тебя там священники не будут гнобик-то? Говорит, она свободно так прошла мимо, как будто нет ничего. Я говорю, так мы тут где-нибудь уж там у порога сядем, чтобы в комнату не заходить. Ваши иконы-то не запоганить-то. Ну, если вы нас считаете неверными, мы соглашаемся с этим. Да, мы грешные. Она нет-нет проходить, вот готовит им. А я о ней забочусь, а она ей много внимания. А может наоборот, вы приехали, может что-то у нас какое-то чудо произойдет. Ну, вот это чудо произошло, что мы встретились, это главное чудо. Ты не поедешь сюда? Что мы о Христе говорим, чтобы Христос вошел в этот дом, изгнал все, что не нужно здесь. Чтобы мы были водимой Духом Божиим. Чтобы Бог нас не только водой, но Духом Святым крестил. Погрузиться в благодать Духа Святого. И тогда у нас все другое будет. Весь дом будет открыт для всякого желающего приблизиться к Богу. Мы сейчас вот здесь съездим на кладбище, Женя поедет. И Женя с вами. И мы поедем, поищем там, где она. Все, примерно она все покажет. Я с вами поеду. Я сейчас позвонила на работу, сказала, она часто задержалась. Все, отлично, садимся. Все. Доброе утро. Ты поедешь, Даня. Девяная милость Господи. Мы сейчас подготовимся, пока не тратим. Давайте тратим. Я вышла замуж за то, что он из большой семьи. Что он из верующей семьи. Что он, думаю, не будет ни пить, ни курить. Что он детей будет любить. То есть на таких, которые не нравятся, ты уже насмотрелась? И я тебя вообще не на кому-то смотрела. Нет, но увидела, что такое питье, к чему приводят. Да, да, да. Твоя жизнь уже насмотрелась на несчастных таких людей. И себе этого счастья не хотела, в кавычках. Нет, ну вот у моей бабушки, дедушка, и вот у моей мамы, отец. Вот они намного, как бы, счастливы пришли. У них вот таких вот не было. Устиновых не было. У меня еще фамилия-то какая? Назарик был. Да как вы в Молдавии-то зачем Назаренко оказались-то? Ну, это отца фамилия. Ну да, но вы же не молдаване? У меня дедушка молдаван. А пишешься ты какая? Русская? А пишу русская обязательно. Дедушка молдаван, мать украинка. А ты пишешься русская. Отец говорит время, мать терпись, а мы пишем за американцы. Тут есть много хорошего, но это все нужно ввести в русло христианства. В русло любви. Надо просто общаться больше. Не просто там вот пробовать, прочитать в церкви. Батюшка скажет три слова. Так, слушай, пробовать? Ну да. А как ты думаешь, если бы... Вот сюда. Левый, да? А вот если бы, ну, оказалось так, что вы жили с тобой, у вас в одной деревне потеряем период. Вот здесь и без клянии. Между нами сохранилась бы эта дружба? Конечно. Ты не сомневаешься, да? Нет, не сколечко. Не сколечко. А Петя бы сказал, запрещаясь Игнатьевым встречаться. Ой, ну подумаешь, а. С тем хотим, тем дружим. Так, дай я провожу. Так, на автобус идешь? На автобус, да. Подожди, выйди, минутку. Подожди, открой сейчас. Подожди, сиди там, я выйду. Сейчас, подожди. Ну что, автобус стоит, надо 6 минут 10. Вылезла, все. Вылезла, я быстро. Так, спаси Христос. Автобус сейчас через минут 10 будет, а собачка хорошая. Только руку несу. Так, мы познакомились, и это было проместительно от Бога. Ответ на молитвы. Я много об этом молился. И Бог мне это открыл. Понимаешь, я никак не ожидал, что вот именно в старообряществе я встречусь. И вот такой открытый будет близкий наш разговор. И это, ну, не на одну минуту, потому что это, наша встреча, это дала досрочная программа. Я ведь корыстный человек, и поэтому корыствие бывает и духовное. Я надеюсь, что книги не будут вас... Ни в коем случае, ни в коем случае, будем читать. И читать. Я надеюсь, даже то, что у тебя есть какие-то друзья, там будете, когда-то там вместе читать с кем-то, такой духовный тумб будет. И я неизримо буду с вами. Если что-то нужно, будет позвонить, написать и пиши. А кроме того, если в интернет зайдете, там 4124 ответа на вопросы. Там найдешь все. Это тяжелое дело в интернет зайти. Ну, зайдем. Ну, может быть. Зайдем. Потому что могут провести там и все это. Если Господь позволил нам, как говорится, уже состыковать, то мы можем вполне надеяться на то, что Бог благословит, чтобы это было небесплодным. Такую даль мы ехали, все неопределенное. Мы просто вставали и молились. А что мы на Минусинске делали? Ребята, это вас не знают. Бог усмотрит, но мне хочется побывать на могиле моего друга. Ведь возраст, 21 год разница, она нас это не разделяла. Мы были большим близко. И когда меня отпущали, староклярсы, просто свежи отблезли. Староклярсы начали ругать Александр Ивановича, но себя отпущили, куда же дорогу. Многое отблезли. Мы не смотрели, что мы с собой запретили знать, что Андрей Долгов был. А они друзья были, и мы трое. Иди, а то опоздаешь. Нет, нет, я смотрю, вот тут автобус должен быть. С угла выйти. Спасибо, Христос. Сохрани в себе это, мало ли что, в семье, куда это, не шесточись. Если Петя что-то будет говорить, скажи, я прошу прощения. Просто прошу прощения. Чтобы не покусился на книге во гневе, то скамеечку не взломал. Это как его Миша рассказывал про Сережу. Вот он, мама что-то натворит, что-нибудь это там, ну его маму там, ну что-нибудь ослушается или что-нибудь. Вот он дуется на нее, дуется, дуется. Сережа? Сережа. У него книг тоже целая куча. Потом, значит, она приходит, сама первая. Сережа, прости ради Христа. Он, садись. За что ты просишь у меня прощения? Книги все откроют. Как жена должна себя вести? Я говорю, я, конечно, согласна, что жена должна себя так вести. Но пусть уже сначала прочитают другую мужчину. А потом как и жена. Ну, конечно, да. То, что если Петя у тебя не духовный руководитель, он не этим, он привлек. За мной же она пошла, потому что она увидела как свидетельство. Она это не скрывает. И она хотела, она думала об этом. Я там, ну, там несколько невест было, а я один. Первые пары на деревне, а в деревне дом один. И вот это сохранилось на всю жизнь. Она так и считает, что я ее подтягиваю, тяну и характерный. Не складный. Но я говорю, тебе одной не спастись. И она понимает это отлично. Конечно, муж должен быть строгим, но снисходительным. Жена больше любит строгого мужа. Это говорит Исидор Пелосиутов. И это надо просто помнить, понимать, почему. Ну, как попало, дверь не закрыта, любой заходит. Строгого мужа, но не злого мужа. Не злого. Это абсолютно разное понятие. Строгий какой-то. То есть, она, в которой не хочет рано вставать. А у меня никогда по этому вопросу не было. Мы стоим 4,40. Можно, можно. Если совместной молитвы дома нету, церкви домашней нету. И поэтому там сатана пронавит план. Все делает. Объединяет утренняя молитва. Ну, и своими словами, чтобы было. Псалтырь, чтобы обязательно по-русски читали. Обязательно? Я не понимаю славянский вообще. По-русски. По-русски ты поймешь много. Тем более, вот в Евангелии дали. Возьми себе сумочку с тобой маленьким. Заверни в сталофанчик. Даже случится, тебя собьет что-то или вору тащит. И он откроет и через это может обратиться. Ясно. То есть, у тебя должен быть документ от Иисуса Христа. И любой скажет, да, это была верующая. Верующая Иисуса Христа. Ты в каждом деле, вот на работе, встречах. Ой, 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 ой. У тебя сумочка, ты где? У меня сумочка здесь. Я сейчас подарила. Я сейчас не подарила. Ты меня проси. Потрудись, дай-ка тебе там. Вот эту, положу сумочку. Давай. Открывай сумочку. Здесь будет разговор о том, что в вашей библиотеке, посчитай. Вот. И ты с кем познакомился сразу. И тут наш сайт. И ты будешь трудиться в этом деле, привлекая людей. Да ладно. Ну хватит, хватит мне. Я буду давать. Мне мало-то знакомых. На работе всем отпадет. А, там пять человек, сих, коллег. Пять человек, коллег. Мы все делаем с избытком счетности. Убого так. Вот нужно два тополя произрасти, а их куши на два миллиона. Щука, когда не меня сделает, оденет, чтобы не хватит. Так что вы даже сеете обидно. И что-то произрастет. Я всегда говорю, если мы сеем, то неопределенно взойдет где-то 50%. А если мы не садили, не сели, явно, чтобы кто-то не садракан еще. Поэтому ты больше занимайся здесь, и смотри, что она из дома ушла. Если у нее что-то где-то было, то ты ее настроен на то, что муж было ваше. Ну, ты видишь, как сама делаешь, молча. И на молитву. Молитва – это соединение с Богом. Когда мы молимся, мы высказываем, что нужно сказать Богу. А когда считаем Библию, это Бог нам говорит. Это Его голос достигает в нашем сердце. Сейчас спрошу. С свидания. Ой, с Петей это прямо чудо было. Где он тебя когда брал? Это самое, в Молдавию он приехал. Сережа женился на Ане. На Силуяновой, ну, это ее племяннице. Силуяновой племяннице, сестры родной, дочка. Ну, я на этой свадьбе была. У них венчание было, в террасе были там. Ну, я говорю подружке, она такая у нас неверующая подружка была. Я говорю, пошли посмотришь, пошли поглядишь хоть. И вот мы пошли с ней. И вот на венчании там с ним познакомились. Ну, я ему, конечно, понравилась. Потом, значит, кречки. То есть ты похожа, или дочь похожа на тебя. Да, да, да. И это самое, пошли мы к речке. Они там ныряли, ну, сибиряки. Апрель месяц они ныряют. А я в шубе стою, в шапке. Теплой. Холодно. А сибирякам ничего. Ну, мне тоже понравился. Ну, тут выходит, они там, кто выходил с речки, стопочку. Это сарабрячевская. И яблочко. А я вообще не пью. Сарабряцца обязательно выпивка. Они запиваются, священники пьяные падают. Не надо, я не... Ну, и он мне говорит, на, выпей. Ну, прямо таким тоном, приказным. Это сарабрядец настоящий. А я говорю, ничего подобного. На яблоко съешь. Я думаю, такая холодильная, еще яблоко на морозе есть. И яблоко есть не буду. Ничего не буду делать. Он почувствовал, характер. Да ты непокорная. Такая мне не надо. И с моей подружкой, вот этой, которая со мной была. Такая, как будто ты уже... Уже была пленена им, и такую она отвергает. Еще не поймал, уже ободрал. Да. Медведя. И это... И вот он с подружкой переписывался, звал ее сюда, все, что она приедет. То есть не на тебя внимание обратила, а на подружку? Нет, он вроде как любил, но вот он не мог смириться с тем, что это я водки не выпила. А я говорю, я вино не пила. Почему я водку должна пить? Помни, самая, да? Я такой... Я тебе на многие погибли, в вине блуд. Он хотел, чтобы тебе мозги запудрить этим вином. Нет, я говорю, я не пью. И потом, значит, потом он один раз приехал с Долговым. Вовку Долгову, не знаете? Приехал с ним. Кому? Вовку Долгову? Вовка Долгов. Я его как облупленного с таких пор знаю. Вот, вот, я его тоже. Но я его не знаю. Знаю, когда он там попался за тот грабеж, как сидел, все это. Вот он приехал, я с ним не поехала. А потом моя бабушка. А я сидела дома, никуда не выходила. С бабушкой жила. Бабушка была старенькая, больная. Ухаживала за ней. Ну, на работе работала. И говорю бабушке, вот буду сидеть дома, замуж не выйду. А она говорит, да выйдешь ты замуж. Я говорю, если на воротах напишу, что заходите, что невеста тут уже сидит. А она говорит, сами приедут. Не надо никуда ходить, сами приедут и заберут. По запаху. Да. Ну, я сижу, говорю, ну, вообще, она мне говорит, ты молись горе Самону и Авиву. Вот я начала один день помолилась вечером. Спать легла и снится сон мне. Вот лежу я на кровати, лезет ко мне мужик бородатый, бородой. И прям вот так ползет по кровати. Я взяла его, куда ты ползешь? Взяла его, скинула ногой. Ногой. Ага. Паразит какой-нибудь. Ну, какой-то еще старый. Еще старый жених какой-то лезет. Потом, значит, второй день молился. Ты себе цену знала уже, что ты неплохо выглядишь. Нет, я вообще ничего не знала. Ты себя красавицей не считала? Нет. А я думал, что ты просто так высокого мнения была. Потом, значит, опять снится сон, как будто бы опять этот мужик лезет. А у нас дедушка умер. А дедушка с бородой вообще. И я думаю, неужели это покойник лезет мне на кровати? Ну, и бабушка мне говорит, что тебе снилось? Я говорю, да ничего не снилось. Страшно говорить, что снилось. А ты духовный покойник и лез к тебе. Духовный. Покойник, да? Да, духовный мертвец. Мертвец, да? Он пришел и живет. Ну, а потом, значит, приснился, опять лезет. И я его не выгнала. Опять один раз приехал в Молдавию, я ему отказала. Сказала, что ты тут запасной аэродром нашел? С подружкой дружил три года, а со мной жить захотел. Запасной аэродром. Вообще лягующие слова. Вот это отбрило, и он, может, за это сейчас и на тебя иногда и восстает. И что не восстает. Что ты его съездила по рогам тогда. Нет. Потом второй раз он, ну, он же с подружкой, он ее до последнего звал. Мама ему письма писала, ей писала этой девушке. Звала сюда. Потом второй раз приехал, я опять ему отказала. С чего я с тобой куда-то поеду? А потом третий раз приехал, точно я с ним согласилась и поехала. А поехала просто Россию посмотреть, нигде не была. Я посмотрела. Хорошо, что ты согласилась, иначе бы мы с тобой не встретились. Может, все твое замужество было ради вот этой встречи, чтобы ты о Христе услыхала, получила Евангелие. Ты бы там засохла и никогда ничего этого не узнала. А молдаване, они любят вино делать. Они любят вино делать, и они вот в церкви Евангелие читают. А у нас в доме бабушка все время говорила, дедушка Баптиста одного привел, у них Евангелие раньше. Раньше было. У нас такого не было в жизни Евангелия. А бабушка говорит, пусть идет отсюда вон с Евангелем, с дома, со своим. А я говорю, бабушка, Евангелие, наверное, одно, что ты и гонишь Баптиста с дома. Пусть он что-нибудь скажет. Выгнала его. У них это, я говорю, вы же вот читаете вот Евангелие в церкви? Это же с Евангелие читают. Оно неужели бывает другим? Ну-то тут-то понятно, оно режет. А в церкви непонятно, его там еще тянутся. Это да, Леван? И всю дорогу, я говорила. Ну и как ты вышла-то замуж? Он тебя повез сюда, венчались ты где? Венчались в Новосибирске, отец Михаил был там. Ты уже поняла, что это судьба твоя, как говорят. Да. Больше тебе всего в Питере, что тебя насторожило? Вот еще до свадьбы. Она насторожила, вот я ему говорю, ну теперь будешь любить всю жизнь, он говорит. После венчания. Я ему говорю, любить будешь теперь всю жизнь. А он так посмотрел на меня, говорит, что за красивые глазки тебя любить? Я обиделась, конечно. И это ему все время говорю. Он говорит, вот ты меня не любишь. А я говорю, а за красивые глазки не любят. Ты меня не любишь. Любить не говорить надо, что ты любишь-любишь. А делами, поступками, уважать? А что любить? У русских было всегда как слово люблю, живу не было. Ну а как жили? Я жалел ее. Слово жалел означает во всем уважал, любил, берег, сохранял. Какое слово объемкое было. А я жалел жену. Или жена вспоминает о Божии? Какая была жизнь? Он жалел меня. То есть от непосильной работы, от гнета, от обид, от оскорбления. Вот одно слово, оно все вмещает в себе. Ну а потом, что новое открылось в нем, что вам не нравилось, и что больше всего понравилось. В совместной жизни в нем приоткрылись какие-то другие стороны, которых ты не видела. Ну вот он быстро отхочет. Он может покричать, покричать, и вот все. Можно подойти, сказать, Петенька, все там его поцеловать, он все уже, уже забыл, что там было. Ты запомни, когда люди разговаривают, мы с тобой понимаем, а когда начинает гневаться, один голос повышает другой, и когда Петя кричит, скажи, «А ты что кричишь? Я же рядом». Это означает, духовно мы отдалились. А когда друг друга любят, люди разговаривают не просто голосом, а шепотом. А когда уже сильно любят, вообще никак не говорят. Целуются, стоят там в глаза, там в друга смотрят. И когда зашумит, ты скажи, «Петя, между нами уже расстояние большое, давай помолимся». глуши молитвы. А он, нет, ты не разговаривай. Лез в трубочку на уроке, и в угол. Я сам не могу молиться. Как так? Там слово я не так прочитала, ошибку сделала. Там я это самое, это, он прям орет, не так перекрестилась, не так это. Я говорю, «Петя, я так не могу молиться». Он молится, как старые иудеи. Молитва должна быть своими словами даже, не только открытая. Павел говорит, «Открывайте свои желания перед Богом». Богу хочется не манекен держать, а чтобы живая была душа, открытая сердцем для Бога. Ну, может, ты прав где-то. Но я говорю, если вот ошибку сделай, что так это, возмущаться? Что там, звезда за звезду зацепила, что ли? Ну. Так, еще что-то в нем заметила положительное? Ну, положительное, в чем положительное? Он добрый. Бывает добрый. Сколько он получает сейчас в месяц привозит? Ну, и по 20 бывает, тысячу привозит. Ну, тяжелая работа. Очень тяжелая. Очень тяжелая. У него все болит. У него уже болячек много. Все болит, и он все равно работает. Почему он болит-то? Ну, ты его жареным там, намазь жарь. Да, жареным. И жарь больше. Даже плетение подносит. Растительное масло не поддается термической обработке. Запомни это. А, запомни. А что бабушка наша? 90-летший год? Это другой настрой людей был. А на наше здоровье, то нам этого как раз хватает. Бывает, человек жил, всю жизнь курил и живет 90 лет. А сегодня, который курит, он сел 47 лет, наркоман, 36, больше он не живет. Это народ был совершенно другой. Другой у него жизненный запас был. У тех, другие родители были. Он генетически был предрасположен большему житью. А если бы она не жарила, она бы 120 прожила. Вот так надо рассуждать. А остальное, это время, ну, такова. Я вот к ней привыкла, вот сколько я, 22 года с ней живу. И она мне вот даже как-то ближе, чем мать моя родная. Потому что, как бы с матерью мы столько не общались, столько времени проводили, вот, все, то школа, то работа, то учеба. Вот ваша свекровка, это Александра Ивановича, жена Антонина Симонова. А почему она не с другими детьми живет? Или она к ним не ездит? Ой, ездила везде. И что, не пожилось? Я не знаю, сюда едет. А так это тебе, плюс уже? Ну, не знаю, что на ней живет. А кому надо она? Федя привыкать. И вот она у Феди пожила, прибежала бегом сюда. Я говорю, что у Феди плохо? Она говорит, плохо. Я привыкла к тишину, покой, чтобы все было, это самое тихо. А у него там народу полный дом, и внуки не с ней выросли, к ней не привыкли. Мои девчонки-то привыкли, какие-то родные. А там вроде они и родные, а далеко. А у Сережи что далеко? У Сережи тоже далеко. Так, а у Вани? Он же священник. А у Вани жена там с характером. Жена, понятно. Ну, она никак не с характером, какие-то есть у нее такие премудрости? Что-нибудь голову себе вобьет, непонятно что. Вот видишь, как Господь устроил нашу встречу. Я даже не думал, вот скажу, что я приду сюда, встречу тебя, и искренне полюблю. Миша приезжал к нам, этот Сережин сын, в Украине. Вот был зимой. И что, они тебя юридически никто не называл? Нет, они знают. Ну, не так молишься, не так произносишь. Нет, ничего вообще не говорят. А Федя, Федя тебя не называл такой? С Федем мы вообще. Он может тоталстухой назвать, что Федя. А ты ему докажи, что не такая. Сейчас начни поститься, лишние 34 килограмма сбрось, и ты вот такой вот растиночкой прежней будешь. Может, на работу попутно вас увезти? А куда вы? А вы сейчас в сторону Абакана поедете? Мы сейчас седем в библиотеке вашей. А, ну, я поеду с вами, там на автобус сяду, ну, возле церкви там, библиотека. Я подвинусь здесь, вот, собака, да, ты сам на первая сядешь. Ладно. Так, еще что-то хотелось сказать, может быть? Ну, что, я много чего хотела показать, все запомнила. Теперь приглашаю в гости к нам. Ага. А мы к вам приедем? Леня сейчас купит машину с вахты приедет. Ага. И вот он сказал, мы поедем к Володе, к Валеным, всем детям. Вы там же недалеко живете? К Виталии? А рядом. Ну? Прямо совсем рядом. Вот только что у нас сейчас с мамой будет. Мы же ее одну оставить не можем. С рукой. Папа, говорит, сноха лихая, я не могла ужиться с ней. Ага. А сейчас с тобой она ужилась, это тебе уже плюс. Сама она ужилась. Она со мной даже лучше живет, чем с Петей. С Петей не сильно это самое. А моя мать, ее не хотели, чтобы мой отец, когда он за ней ходил. А пришлось умирать в моем доме. У нее три сына, все на фронте погибли у бабушки. Ну, а старая там теряла что-то из себя. И отец говорит, я даже каргою ни разу не назвал. Вот так. считали, как придурок. Он такой, он любил выпить. В жизни все переворачивается. Не зарекайся, не приезжай в колодец, пригодится воды напиться. Да, да. Это да. Это да. Вот так. Так, сейчас я сумочку возьму свою. Ну, давай. Сейчас мы Сергея куда-то сажаем и уехали. Спасибо.